МАКСИМ ШУГАЛЕЙ 14 марта 2019 года мы с моим товарищем и коллегой Александром Прокофьевым и переводчиком Саммером Суэфаном прилетели в Ливию для проведения социологических исследований. Ливия – это четвертая по территории страна в Африке и при этом самая закрытая. В преддверии большого саммита «Россия-Африка» необходимо было понимать истинное положение дел. Может, я знаю не так много, но мне кажется, что сейчас это главная страна в Африке. Кроме нас здесь других экспертов из России нет. И через пару месяцев мы будем единственные специалисты с реальной информацией об этой стране. И это будет наш с тобой профессиональный джекпорт. И тогда ты скажешь мне спасибо. В Триполи мы находились по официальному приглашению общественной организации «Мандела Либия» и провели несколько встреч с лидерами общественного мнения. Мне удалось встретиться с сыном Каддафи. Он поделился со мной своими мечтами и планами о будущем процветании своей страны и недопустимости попадания наследства своего отца в руки террористов. Надеюсь, что это скоро закончится. Телевийская национальная армия выбит всю эту мразь из Триполи. 13 мая, когда наша работа была почти закончена, Александр Прокофьев улетел в Россию. Я остался, чтобы провести еще несколько встреч. В ночь на 17 мая меня и Самира похитили местные боевики. Захватом руководили люди с европейской внешностью. И общались они между собой на английском языке. Так мы оказались в тюрьме Митиго, где провели 18 месяцев. Но что бы я хотел сказать даже тем людям, которые меня задерживали? Я на них зла не держу. Я прекрасно понимаю, что их использовали. Удивительно, вы человек. Да нет, просто я здесь, а их продолжают использовать. После смерти Муаммара Каддафи Ливия погрузилась в череду непрекращающихся конфликтов. Восток контролирует ливийская национальная армия под командованием халифы Хафтара. А запад и юг Ливии оказались под влиянием террористических и племенных группировок. Основой этих конфликтов являются огромные доходы от добычи нефти в стране. На данный момент прибыль ливийской нефтяной компании оценивается более чем в 30 миллиардов долларов в год. Но эти доходы не направляются на благо ливийского государства и народа. Они уходят на иностранные счета и там растворяются. Правительство меняется, а глава ливийской нефтяной компании остается и продолжает выводить нефтедоллары в интересах западных государств. В этой сделке участвуют высокопоставленные чиновники стран ЕС, США и представители ООН. Для обеспечения работы такой финансовой схемы западом финансируются террористические группировки, благодаря которым поддерживается постоянная нестабильность в Ливии. И это не мои домыслы, это информация от людей, с которыми я сидел. А кто эти люди? Ну, например, старший сын Муаммара Каддафи, Саади. Он сидел в 10-м корпусе в абсолютно жутких условиях. Шугали, Шугали. Или бывший глава внешней разведки Ливии Абдалла Синуси. Он рассказал мне, что сейчас внешнюю политику Америки на Востоке определяют миллиарды долларов, выливаемые Катаром и Турцией. А американским спецслужбам, в свою очередь, выгодно существование международного терроризма, поскольку на борьбу с ним выделяются бюджеты, сопоставимые с бюджетами нашей страны. В тюрьме Митига и сегодня пребывает большое количество заключенных, которые попали туда по причинам политической целесообразности действующего бандитского режима. Некоторые из тех, кого я встретил в тюрьме, уже признаны погибшими или пропавшими без вести. Их продолжают незаконно удерживать в нечеловеческих условиях. Об этом знают власти в Триполи, однако тюрьма продолжает функционировать. Максим, ваше возвращение на родину до сих пор окутано некой таинственностью. Понятно, что некоторые детали в силу своей деликатности, наверное, не будут известны никогда. Но все же, что вы сами знаете о собственном освобождении? Я знаю о том, что это была уникальная операция. Наши дипломаты, да и не только дипломаты, там было большое количество участников, они смогли договориться с ключевыми игроками. Я хорошо это помню. Ко мне пришли двое моих кураторов из Центрального разведывательного управления США и задали вопрос, «Как ты думаешь, что будет, если вы убьете американца?» «Одного американца». Я сказал, «Наверное, вы убьете меня». Но это был неправильный ответ. Они сказали за одного американца, «Мы убьем не только тебя. Мы уничтожим весь Триполи». «А что будет, если вы даже не убьете, нет? Просто похитите одного русского». Тогда я не знал ответа. Мои кураторы сказали, «Тогда все русские будут уничтожены и растоптаны». «Русские встанут на колени и будут умолять вас о пощаде». И это стало моей самой большой ошибкой. Тогда мы были близки к победе. Она уже была в моих руках. Но после похищения русского все очень быстро изменилось. Вместо победы я получил катастрофу. И когда погибло 500 моих бойцов, потом тысяча, и еще, еще, еще. Я глубоко пожалел о том, что послушал моих американских кураторов. Они обманули меня. Ну что, здорово, пацаны. Вы чьи их будете? Не стоит так разговаривать. Вы не знаете его, Максим. Но он уверен, что вам не стоит знать, кто он. Где Мустафа? Тебе придется подождать. Он сейчас занят. Мустафа платит мне только за товар. А за то, чтобы я ждал, не платит. Мое время стоит денег. Иди скажи Мустафе, что я привезу ему то, что он просил. Или я продам товар кому-нибудь другому. Жаль, что Мустафа отпускает вас просто так. Я бы выручил за вас хорошие деньги. Отпускает? Мне в Митигу надо вещи забрать. Хочет заехать в Митигу, забрать вещи. Тебе не надо в Митигу. Тебе надо уехать отсюда и как можно быстрее. Отвезите их к самолету. А уехать отсюда и как можно скорее. Отвезите их к самолету. Макс, куда мы прилетели-то? Пока не знаю. Адунаш. Рад тебя видеть. Спасибо. Мы должны были это сделать. К вечеру уже будете дома. Хотелось бы сказать большое спасибо моим друзьям, Александру Малькевичу, Саше Прокофьеву, которые очень много сделали для моего освобождения. Но и отдельная благодарность заместителю министра иностранных дел Михаилу Леонидовичу Богданову. Спасибо, Максим. Благодарю вас за интервью. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Бокалы. Бокалы. Желание все успели загадать. Одиннадцать! Двенадцать! Сноя! Ура! Макс, у меня очень важный тост. Мы все здесь тебя очень, очень ждали и переживали за тебя. И ни секундочки не сомневались, что ты все-таки к нам вернешься. Сама лично стояла возле посольства Ливии с плакатом, чтобы тебя освободили. Я ж не знал, что надо было у американского посольства стоять. Я надеюсь, ты не забыл и знаешь, что есть в России такая традиция. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Я хочу, чтобы этот год ты провел со своими друзьями, со своей семьей. А следующий? И следующий, и все остальные. Не нужен нам берег турецкий. И Африка нам не нужна. С Новым годом! За свое возвращение, Макс! Ура! Не-не. Макс, хотел обсудить с тобой один вопрос по поводу фонда. Понимаешь, последний год он функционировал только для того, чтобы вытащить тебя и сам. Закрыть я его не могу. А с другой стороны, у меня, конечно, нет времени им заниматься. Короче, я подумал, лучшее решение это передать руководство фонда тебе. Ну, да, умеешь-то озадачить, конечно. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Хотя вон, вдвоем с Сашкой, может, и потянем, а? Не, Макс, я пас. Не хочу больше никаких командировок. Да и социологом можно здесь в Питере поработать. Макс, ты будешь абсолютно на своем месте. Думаешь, потяну? Ты потянешь. Тут подумать надо. У меня для вас хороший номер. Мои друзья сегодня ночью смогут вывезти вас в Сирт. А уже оттуда вы спокойно доберетесь до Бенгази. Сколько это будет стоить? Ну, если бы вы были обычным человеком, но вас ищут серьезные люди в Триполи. Это большой риск для моих друзей. Так все-таки сколько? Я думаю, 10 тысяч долларов будет достаточно. Здесь 20 тысяч. Вдвое больше, чем вы просили. Вы очень мудрый человек. И все-таки, зачем вам в Бенгази? Почему не в Европу? Правда, вышло бы немного дороже. В Европу уезжают беженцы. Или террористы. Под видом беженцев. А я ни то, ни другое. Хотя, что ждет меня в Бенгази, я тоже не знаю. Я думаю, в Бенгази вам, как бывшему управляющему банком в Триполи, будут очень рады. Посмотрим. Я позвоню вам вечером и сообщу место встречи. Ну что? Все хорошо. Он тебе поверил? Конечно. Даже деньги дал. 10 тысяч долларов. Тогда, как выйдет из кафе, будем его брать. Мустафа будет доволен. Что-то он долго не выходит. Иди проверь. Если он меня увидит, начнет подозревать. Иди и сделай так, чтоб не увидел. Кому ты хотел меня сдать? Это люди Мустафы? Они ждут меня на улице? Только не убивайте, пожалуйста. У меня семья, дети. Я просто зарабатываю деньги. Значит, наша сделка отменяется. Вот он. Давай за ним. Быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зона нестабильности на юге Ливии сейчас стал самый бедный регион Фитсан. Он не имеет выхода к морю и большей частью представляет собой пустыню. Главная особенность этого региона. Здесь можно спокойно пересечь границы Алжира, Чада и Нигера. Из мигрантов этих стран формируется подразделение исламского государства в Ливии. По сути, на территории страны создается новая зона нестабильности. И в перспективе представляющая угрозу не только для Северной Африки, но и для всего Ближнего Востока. И в том числе для Европы. По данным различных источников, обострение ситуации в Фитсане инициирует США при оперативном участии Арабских Эмиратов, Франции и Турции. И единственной силой, которая противостоит террористам в Ливии, является армия генерала Хафтара. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Александр Палухин, Независимая газета. У меня вопрос по поводу боевиков исламского государства. Какова сейчас их численность в Ливии? Спасибо. По оценкам нашего фонда, их численность составляет сейчас около 700 человек, не считая спящих ячейк. Может быть, кому-то мои слова покажутся смешными или цифры незначительные. Но хочу вам напомнить, что в той же серии, до начала активных боевых действий, по оценкам ООН, количество боевиков составляло не более тысячи человек. В 2014 году их было уже 18 тысяч. А в 2015, по оценкам той же организации, уже более 25. Коллеги, еще вопросы? Послушайте, Максим, все это, конечно, очень интересно, но мы, журналисты, привыкли доверять конкретным фактам. А то, что вы рассказываете, это ваши личные умозаключения, ничем не подтвержденные. Но если вы не доверяете моим словам, я предлагаю вам съездить в Ливию и самому во всем убедиться. У меня там масса хороших знакомых, которые обеспечат вам комфортный отдых в небольшом номере, 120 на 80 сантиметров и очень калорийное питание. Макароны и рис. Ну что, в Ливию? Что говоришь? В Ливию? А, не, нафиг, нас и тут нормально кормят. А когда третий вышел? Я что-то не видел. Только, может, сейчас снимают. Палата представителей Ливии утвердила состав правительства национального единства. Основная задача президентского совета и правительства национального единства – проведение в стране выборов, намеченных на 24 декабря этого года. Что ж, все идет очень неплохо. Пока новое правительство в Триполи думает, что может что-то решать, мы можем вплотную заняться нашими интересами. Я так понимаю, у нас есть время до выборов. А что изменится после выборов? Мы принесли в Ливию демократию, а от демократии не так просто избавиться. Демократия – это воздушный шар, который висит у людей над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у них по карманам. Прекрасно сказано. Это сказал Бернард Шоу. К словам такого человека нельзя не прислушаться. Поэтому ваша задача – запускать воздушные шары. Их должно быть много. У меня есть еще один небольшой вопрос по поводу Максима Шугалея. После возвращения в Россию он стал публичной фигурой. Наши друзья сообщают, что он провел несколько пресс-конференций по поводу ситуации в Ливии. Не думаю, что на это стоит тратить время. Как я уже говорил, один человек никогда не сможет изменить мир. Надеюсь, одиночная камера в Митиге стала для него хорошим уроком, поэтому дальше пресс-конференций дело не пойдет. через год-два а Шугалеи все забудут. Макс, ты иди на кассу, а я в влачную, прошу? Извините. Извините. Подождите. Вы Шугалей? Максим Шугалей? Да. Я так рада, что вас освободили. Вы просто настоящий герой. А можно фото, пожалуйста? Ну, давайте. А вот. Макс. Спасибо. Не за что. Здрасте. Здрасте. Ты знаешь, с кем сейчас сфотографировался? С кем? Это Таня Буланова. Да ну. Я тебе говорю. А зачем она с тобой фотографировалась? На паспорт. А. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Давай У меня есть много информации Которая поможет тебе Узнать всю ситуацию здесь Что-то устал из-за последнего времени Отдыхать нужно, Максим Да? А тут? А может и правда Возьмем, мы ходим на недельку в Египет Там говорят С Каиром авиасообщение открылись Но оттуда в Хургаду Опачки, а мы? А что вы? У тебя институт, у тебя школа Так что учить в конце концов мы можем с матерью отдохнуть или нет? Нет, я решаю там Договорюсь В этом доме решаю я Только матери сейчас никто отпуск не даст О, а может мне тогда с Саммером поехать? А то он там в депресснике Ну что, хорошая идея Съездить вдвоем Че смотрите-то? Ешьте давайте Да положи ты уже телефон Сколько до Хургада ехать? Ну, часов пять-шесть Ну, нормально Я уж не помню, когда я последний раз купался Приедем и сразу на море Ну, Саммер придется пару часиков подождать Почему? Привет, Максим Я очень рад, что вас с Саммером освободили Мне тоже пришлось уехать из Триполи У меня есть много информации Которая поможет тебе узнать всю ситуацию здесь Это касается не только Ливии Но по телефону я не могу ее сообщить Я понимаю, что ты не можешь прилететь в Ливию Но если будет такая возможность Давай встретимся где-нибудь на нейтральной территории Пока Мы с ним договорились встретиться сегодня В четыре часа дня у нашего отеля Макс Опять меня обманул Сказал отдыхать едем Да ничего я тебя не обманывал Ну, что ты? Встретимся, а потом сразу на море И вообще море надо еще заслужить Вкусно? Очень А в тюрьме сейчас макароны дают Макс, не напоминай, а Макс! Э, уроды, что вы творите? Стоять на месте, убью Это же Сафар Помнишь, он на Ливию был Вот тварь, а Кто? Да кто, кто? Конь в пальто, открывай давай У тебя выпить есть? Ну да, там он Значит так Завтра я уезжаю А ты остаешься Только не говори, что ты опять в Ливию собрался У меня нет других вариантов Макс, ты больной Парит помогал нам, пока мы в тюрьме сидели И что ты мне предлагаешь? Отдыхать и на море купаться? Так я постоянно всплывать буду И знаешь почему? Да потому что чувствовать себя буду Последним дерьмом Да, слушаю Мне только что сообщили, что Шугалей в Каире Надеюсь, в качестве туриста? Не совсем Иначе я бы тебе не звонил У него должна была состояться встреча с Фаридом Это тот, который управлял банком в Триполе? Да, тот самый Но встреча не состоялась Потому что Фарида похитил Сафар со своими боевиками Это человек Мустафы? Нет, у Сафара своя группировка К нему обращаются, если не хочется пачкать руки Но есть деньги, оплатить его услуги Но, скорее всего, заказ на Фарида был действительно от Мустафы Проблема в том, что Фарида похитили на глазах у Шугалея Надеюсь, у Шугалея хватит ума ничего не предпринимать Но на всякий случай присмотри за ним Хорошо Спасибо, не за что Макс Ну, нету никаких вариантов Тебе туда не надо ехать Не знаю, может быть, ты и прав А когда я ошибался Кофе попей, вкусный Слушай, Самер, а помнишь, когда мы проводили опрос В командировке мы еще со старейшинами встречались? Ну, помню А ты записал его телефон? Записал У него же сын еще был с нами по-русски разговаривал, правильно? И что? Позвони-ка ему Зачем? Ну, как зачем? Может быть, они что-то узнают Пускай сына позовет, я ему все объясню Макс Давай, звони, чего ты сидишь? Давай, давай, набирай Добрый день Это Самер Помните, мы к вам приезжали, опросы проводили? Да, конечно Добрый день, Самер Максим хочет поговорить с вашим сыном Вы не могли бы дать его телефон? Мой сын сейчас рядом со мной Я могу передать ему трубку Да Алло Алло, Максим Здравствуйте Что вы хотели спросить? Здравствуйте, здравствуйте Вы знаете, мне очень нужна ваша помощь Помните, вы мне рассказывали, что ваши друзья занимались перевозкой товаров из Египта в Ливию? Где вы сейчас находитесь? Я сейчас нахожусь в Египте, но мне нужно срочно попасть в Ливию Поможете? Мне очень надо Да, Макс Через пять минут я вышлю вам адрес Ты неисправим Друг, брахады, брахады Спасибо Ты правда тот самый щегалер? Правда, правда Молодец Ну так что, ты поможешь? Вентилятор Очень жарко здесь, в Африке Ну, на кой мне этот вентилятор, а? Ну, ты мне можешь помочь? Да, да, я могу Вот, PlayStation Играет Не, ничего не надо, звони давай У меня есть друг, который сегодня едет в Ливию Взять товар Я звоню, но ты должен мне что-то купить Ой, да ничего не надо Карта Без карты не можешь ехать никуда Давай свою карту Двадцать долларов Сколько? Я буду говорить, друзья, что у меня купили товар шугалей Купи, пожалуйста И я сразу звоню На, звони давай Звоню Алло, Муса Мне нужно, чтобы ты взял с собой моего друга Дай нам еще адрес Макс, подожди Господи, ты-то куда собрался, а? Я с тобой поеду Нет, Саня, ты остаешься Слушай, можно я сам буду решать, куда я еду и зачем? Ну куда ты без переводчиков Поехали Вот тут пертый-то, а? Живей, живей, пошевеливайтесь Что еле двигаетесь? Говорит, Насим сказал про одного человека Ну все сами Возвращайся в гостиницу, если оплатить не буду Будешь Я тебя одного не отпущу Муса Нас двое, как можно вопрос решить? Три тысячи долларов просят за двоих Нормально Ну скажи ему, что тысяча только есть Есть только тысяча Говорит, не надо обманывать Он знает, что у нас есть деньги Просят две тысячи Мусе, не нервируй меня Пятьсот долларов и порука Пятьсот долларов Пятьсот нормальные деньги Пятьсот долларов Сарик, а есть Говорит, за пятьсот долларов Мы можем украсть верблюда И сами доехать Хорошо Триста Макс Переводи, переводи Триста долларов Триста Чего дружок-то? Альф Альф Тысяча И часы Тысячу долларов просят и часы, Макс Я не отдам Это часы брат подарил Отдашь, отдашь Нормально, договорились Шевелитесь, шевелитесь Ты ему что, все деньги отдал? Ну а как ты хотел? Теперь ты у нас Самый дорогой переводчик в Африке Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прошу прощения Это мои друзья Они живут в вашей гостинице Мы договорились встретиться, но я не могу им дозвониться Не подскажете, в каких номерах они живут? Да-да, я помню Они русские, да? Они жили у нас, но вчера сдали номера и уехали Не может быть А куда они уехали? К сожалению, они не оставили этой информации Спасибо Спасибо Вижу колонну контрабандистов Не останавливайся, не останавливайся Макс, что это? Да вертушка Газу, газу, быстрей Не останавливаемся, не останавливаемся Уйди 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 из машины, руки поднять На землю, на землю Выходим, выходим Выходим Валить надо Валить? Отличная идея Только выйдем, нас сразу завалят Че делать-то? Че делать-то? Че делать-то? Че делать-то? Ждать О, виски Виски, жидкий хлеб С голоду не помрем Палево На выход Руки вверх, на выход Да не трясись ты, Саммер Это хавтаровцы Ливийская национальная армия Сейчас все решим Парни, парни Мы не контрабандисты Мы из России, мы русские Переведи давай Вы совсем с ума сошли? Это же Шугалей Шутить любишь, да? Шугалей это легенда Да я правду говорю В интернете посмотрите Вперед, быстрей Командир, командир, посмотрите Шугалей это легенда 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 Господин полковник, смотрите, кого я привёз. Это Шугалей, настоящий. И переводчик его Саммер. Говорит, что очень рад с нами познакомиться. Говорит, что их бригада называется Тарик Бензияд. И сейчас это одно из самых боеспособных подразделений. Там у них будут построены корпуса, там же будут построены казармы для личного состава и учебная часть. Слушай, Саммер, это, конечно, очень интересно. А нахрена он нам-то это рассказывает? Максим интересуется. Вы очень интересно всё рассказываете. Но для чего? Как? Так, вы же приехали воевать вместе с нами против террористов. И это большая честь для нас. Макс, хрень какая-то. Он думает, что мы приехали сюда, чтобы воевать вместе с ними против террористов. И для него это большая честь. Скажи ему, что мы и так воюем против террористов, только у нас другие методы. Нам человека найти нужно. Максим говорит, что мы и так воюем с террористами, но другими методами. Нам нужно найти человека. Я знаю этого человека. Что с ним случилось? Он говорит, что знает его и спрашивает, что с ним. А вот это и надо выяснить. Это нам и надо узнать. Я ничего не знаю. Правда? Всё ты знаешь. Я тебя заставлю говорить. Он просто купил у меня карту. А для чего он купил карту? Они уехали в Ливию. Я же говорил, что ты знаешь. Молодец. Нет, нет, нет. Я кое-что узнал. Полковник говорит, что Фариды должны были привезти к Мустафе в Триполи. Но в Триполи его нет. А где же он может быть, а? Где он может быть? Полковник говорит, что есть человек, который может знать. Это их агент. У него обширные связи в Триполи. Он сейчас подъедет. Да, войдите. Он говорит, что Фарид в Мурзуке. Когда Сафар узнал, что Фарид управлял банком в Триполи, он попросил больше денег. Но Мустафа ему отправил. Он говорит, что Фарид управлял банком в Триполи. Когда Сафар узнал, что Фарид управлял банком в Триполи, он попросил больше денег. Но Мустафа ему отказал. И теперь он ищет нового покупателя. Так а что мы сидим-то? Это же совсем рядом. Всего полторы тысячи километров ехать. Максим предлагает поехать туда. Нет, вам туда нельзя. Мурзук – это осиное гнездо, Макс. Скажи ему, что мне очень надо, что это дело чести. Макс, ну что, Саммер? Я тебе говорил, в Хургад уезжай. Нам очень нужно туда. Это дело чести. Там, на юге страны, тоже есть наши базы. Вы можете доехать до них. Полковник предлагает доехать на юг страны, где находятся их базы. И там спокойно подумать, как освободить Фарида. Вот, а он нас сопроводит. Ну, договорились тогда? Интересно, а сколько тут до моря? Макс, хора издеваться. Думаю, километров 300. А, Саммер? Мы же с тобой на самом большом пляже мира. Пустыня – опасное место. Чтобы тут ездить, надо хорошо знать дороги. Говорит, пустыня – место опасное. Нужно хорошо дороги знать. Да какие тут нахрен дороги-то? Мой друг спрашивает, разве здесь есть дороги? Конечно. И если их не знать, можно застрять здесь навсегда. Мы ехали по песку, а дальше будет другая дорога – камни. Поэтому надо шины подкачивать. Нет, я это делать не буду. Я не убийца. Я просто зарабатываю деньги. Да, это я смогу сделать. Это будет стоить 5000 долларов. Тьфу ты, ремешок разболтался. Новый покупать надо. А не надо было с трубок часы снимать. Макс, это подарок брата. А ты бы что, не взял? Ну скажи, что молчишь? Эй, мужик! Ты вы спикерлишь? Русские, что ли? Опа! Нормально. А ты откуда? Я с Кубани. Леонид. А мы из Питера. Я Макс, вон, Саммер. Как вы, путешествуете или как? Ну, или как. Или как. Мы тоже тут работаем. Слушай, у вас водичка рожиться может? Водички? Много надо. Да не, упаку. О, спасибо. Эй! Нам ехать пора. Давайте, мужики, удачи. Давай, спасибо. А, мужики, вы тут, а это, поаккуратнее тут ездите. Тут редко минные поля встречаются. Мне вот пару лет назад не повезло, теперь ножка деревянная. Так что аккуратнее. Макс, что случилось? Кажись, приехал. Так. Че, сэр? Тааттал дахахи бензин. Я басьяна. Уэлла мшану сад. Че говорит? Говорит, бензонасос течет. Ремонтировать надо. Прекрасно. Осталось найти здесь автосервис. Я не знаю, что мы здесь. Ты уехал, что мы здесь? Баржа. Баржа, бады саа. До друзей хочет доехать тут, недалеко. Запчасть возьмет и вернется. Через час где-то. Это на всякий случай. Мой номер там записан. Спасибо. Шукран, шукран. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Ребят, моем руки и за стол. Хорошо, мама, идем. Да, Наташа, слушаю. Саша, привет. Я до Макса не могу дозвониться. Они с Амером улетели в Египет отдыхать. У него телефон выключен уже третьи сутки. Мне Макс про это ничего не говорил. Знаешь что, я сейчас заеду в фонд. Может, там что-то выясню. Спасибо. Угу. Здрасте, Александр Юрий Александрович. Маша? Да? А Макс на связь не выходил? А, нет, так он же в отпуске. А, ну да. Да, слушаю. Привет, Саша. Это Макс. Ты можешь мне помочь? Макс, а что это за номер? Ты где? Ну где, в отпуске? Где еще-то? Я телефон потерял. Передай Наташе, что я звонил. Все в порядке. Макс, слушай, научись врать. Пока у тебя очень плохо получается. Ты где? Ну где? В Египте. Макс. Ну, почти в Египте. Рядом. Ты там, где я думаю? Угадал. Твою же мать. Ты и сам Амера с собой, что ли, потащил? А что мне его тащить-то? Он сам со мной поперся. Вон, лежит, довольный жизнью, отдыхает. Где он лежит? Где, в пустыне, где еще? Вы что там, вдвоем в пустыне? Нет, проводник еще был. У нас машина сломалась. Он за запчастями отъехал. Сказал, что через час будет. Прекрасно. Как давно это было? Вчера. Нет, хороший человек, хороший. В Путниковый телефон оставил, чтобы мы были с ним на связи. Прав трубку не берет. Зараза. Мы решили с Амером пешком идти. Ты с ума сошел, Макс? А что ты мне предлагаешь делать-то? На заднице ровно сидеть, что ли? Куда-нибудь да выйдем. Подожди, у тебя же из Путникового телефон. Ты координаты можешь определить. Войди в меню. Набери 4, 3, апдейт. Ага. 26 градусов, 37 минут, 25 секунд северной широты. И 18 градусов, 39 минут, 12 секунд восточной долготы. Погоди. Я тебе пришел. Ну все, я записал. Теперь буду думать, как вам помочь. Че-то кажется, не туда мы ехали. Че ты говоришь? Да ничего, ничего. Все нормально. Слушай, Макс, может ты мне объяснишь, какого черта ты вообще-то поперся? С человечком одним нужно было встретиться. В общем, долгая история. Приеду, расскажу. Наташа, передай, что все в порядке. Все, отбой. Макс, люди. Да куда ты? Че ты орешь-то? Обрадовался он. Друзья, что ли, твои? Это похоже на тубу. Кочевники. Лучше с ними не связываться. Макс, я есть хочу. И воды нету. А я тебе говорил, нечего было со мной ехать. Есть место. Не двигаться. Здравствуйте, девочки. В общем, с Максом все в порядке. Передал привет. Сказал, чтобы ты не волновалась. Я знала. Я знала, что на этом он не остановится. Ему же нужно все довести до конца. В смысле? В смысле? Саш, я в прокуратуре работала. Я вижу, когда мне врут. Не надо чашкой прикрываться. Черт. А что я мог сделать? Я ему предложил фонд посглавить. Чтобы он никуда не ездил. Нет, он... А ты мог бы со мной сначала посоветоваться? Я бы тебе сразу сказала, что это не подходит. Сидеть в кабинете, это не для Макса. Наташа. Неужели непонятно? Я тебе обещаю, все будет хорошо. Саш, ты сам-то в это веришь? Говорит, что слышал про нас, пока мы сидели в тюрьме. Она сговорила вся Ливия. Его зовут Хусейн, он глава клана. Спрашивает, действительно ли мы встречались с сыном Каддафи? Встречались, встречались. Они не любили старшего Каддафи. Когда Каддафи свергли, они очень радовались. Они думали, что новая власть будет учитывать их интересы. Но потом они поняли, что их обманули. И теперь жалеют, что нет Каддафи. С ним хотя бы можно было договориться. Это понятно. Раньше всегда было лучше. Там странник приехал. Он говорит, там приехал какой-то наш друг. И нужно с ним встретиться. Рад приветствовать тебя, мой друг. Взаимно. Это наши гости. Они тоже из России. Русские. Какими судьбами? Да, мы случайно здесь оказались. Нам вообще-то в Мурзук надо. В Мурзук? Смелые парни. А деньги у ваших родственников и есть, чтобы вас потом оттуда выкупить? Нам человечка найти надо, друга. Что за человек? Я там был позавчера, могу помочь. Да, я знаю этого человека, видел. Но только он не в Мурзуке. Он в Катруне. У боевиков Усамы Аль-Джувели. Прекрасно, это же еще ближе. Твои гости собираются ехать в Катрун, вытаскивать своего друга. Он у боевиков Усамы Аль-Джувели. Говорит, нам туда нельзя ехать, только вместе с ним, без него мы не справимся. Ну, так поехали. Говорит, он знает этого Усаму и сможет с ним договориться, но они торгуют и людьми тоже. Да ты что, я от страха прямо сейчас чуть не... Максутки шутками, а если он нас... Да нет, нет, вы его гости, вас он не продаст. Усейн? Говорит, если мы хотим ехать, то должны одеться в их одежду, табу, тогда все будут думать, что мы это они. И карту, зачем ты хочешь, чтобы мы взяли с собой? Ну, если надо, возьмем. Шугалей сейчас на юге Ливии. У него спутниковый телефон, так что мы точно знаем его координаты. Там поблизости есть военный лагерь Тубук. У Айзека есть контакты с этими людьми? Да, конечно. Что ж, Шугалей сделал нам хороший подарок. Если он просто пропадет, исчезнет в пустыне, это будет лучшим вариантом и для нас. И для него. Только я тебя попрошу. Я не очень доверяю Тубу. Айзек должен лично все проконтролировать. Надо убедиться в том, что Шугалея больше нет. А знаешь, Самер, может, ты и прав. Может, мы вообще не в кадру уедем. В смысле? Да ты в этой одежде уж очень на невесту похож. С плохим зрением. Да иди ты, Макс. Да ладно, что ты. Осталось только машину ленточками украсть, куклу на капот, и свадебный кортеж будет. Смешно. Ну, если что, я за тебя очень большой колым попрошу. Поделиться не забудь. Саламу алейкум. Зачем тебе этот человек, Хусейн? Он же бывший банкир. Или Тубу захотели открыть свой банк? Я не могу сказать тебе все. Понимаю. Но ко мне обратились люди, которым он очень нужен. Пока ты ждешь, когда Мустафа будет готов заплатить за него те деньги, которые ты хочешь, может пройти много времени. Подожду. Сколько ты готов ждать? А я тебе предлагаю не деньги, а гораздо больше. Что говорит? Карту хочет. Ага. Здесь координаты с точностью до метра. Отдайте, Фарид. Благодарю тебя, мой друг. А я. Привет. Привет, Фарид. Давай, Маша. Привет, Фарид. Привет. Привет. Максим спрашивает. Максим спрашивает, как его отдали без денег и зачем им карта? Он обменял Фариду на карту и сказал, что карту потеряли русские, которые искали золото Каддафи и показал им твою метку. Так там же его нет. Могу, гонак, миш мавжуат. Калла дэхаб бальгаддафи, мэ дэхаб бальгаддафи, мэтэм скуэш аляйя. А на бхакт аляйям. Уху, 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 атит им мухарита. Он же говорил нам, что тубы лучшие в торговле. Он показал им место на карте, но не обещал, что они там что-то найдут. Шукра. Довар. Давай. Паматрюшка. Ты знаешь, Максим, это такая усмешка судьбы. Все ищут какое-то мифическое золото Каддафи, но я точно знаю, что Муаммар хранил все деньги в европейских банках. Миллиарды долларов, которые потом просто исчезли. И теперь, в том числе со счетов европейских банков, Америка оплачивает подготовку террористов в Либрия. Ты же сам понял, что из моей страны делают террористическое государство. Но сейчас эта проблема вышла за границы Либии. Ты слышал об убийстве президента Чарта? После смерти Дебби ситуация в стране стала нестабильной. Это очень похоже на то, что случилось с Либией. Прошло 10 лет, а я до сих пор помню слова Обама, которые он сказал перед началом военной операции в Либии. Главная цель вмешательства США предотвращение куманитарной катастрофы и нейтрализация угрозы международной безопасности. Если из этой фразы убрать всего два слова предотвращение и нейтрализация, получите, что Обама сказал правду. Ну да. Теперь здесь есть и гуманитарная катастрофа, и угроза международной безопасности. И я уверен, та же судьба взял чат. И на этом они не остановятся. Думаю, что-то похожее скоро случится и в Малии. Это не просто мои предположения. У меня есть все данные банковских счетов, куда уходят деньги с доходов от нефти, все транзакции. А знаешь, кто среди получателей этих денег? Аль-Каида, ИГИЛ и даже президенты некоторых стран, европейских, и не только. Вот здесь вся эта информация. КОНЕЦ Интересное кино. Говорит, чтобы мы здесь ждали. Зачем ты привел этих людей? Да это же Шугалей. Тот самый. Вот именно. Из-за этого у нас могли быть проблемы. Ты допустил большую ошибку, ее надо исправить. Эти люди должны быть мертвы. А что это за хрен с Бугра? Я знаю его. Это Хасан. Он глава одного из кланов. И, видимо, кто-то убедил их встать под знамена исламского государства. А Хусейн говорил, что он глава. Нет, нет, не могу. Эти люди должны быть мертвы. Приведите их. Сходи за ними, приведи их. Быстрее, машина! Уезжайте! Парит! 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 Поехали, ему уже не поможем! Парит! Твари! Парит! 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 Все, кажись, приехали. Что тут случилось? Кто их убил? Да, похоже, армия Хафтара. Мой дед разводил индейк, у него была целая ферма. И только он мог их убивать, и здесь террористов убивать можем только мы. Потому что мы их разводим. Эй, слышишь? Бог Тубу, если ты есть, пусть это будет этот человек. Слышишь? Мне нужен он. Ты обманул меня. Его нет здесь. Не убивайте, пожалуйста. У меня семья. Дети. У меня тоже. Может быть, нам туда полететь? Ну, или давай я один. Не очень хорошая идея. Потом тебе еще придется искать. Нам два кофе, пожалуйста. Да, хорошо. Ну, а у тебя какие предложения? Да, я слушаю. Александр. Господин полковник говорит, что у него не очень хорошие новости. А что случилось? Надо я ходу? Нет. Я желаю, чтобы я был Максимом. Но я не знаю, где он. Я не знаю, где он. Господин полковник надеется, что с Максимом все в порядке. Но мы не знаем, где он. Вчера мы уничтожили базу, где был Максим. Но его самого там уже не было. Понятно. Господин полковник говорит, что это его вина. Мы отпустили Максим с человеком, который оказался предачен. Мы принесем свои извинения. Принимается. Всего хорошего. Черт. Спасибо. Пожалуйста. Прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Сами ругомонись. Это бесполезно. Она на трюхе сидит. Я уже почти откопал. Может пригодится. Надеюсь не пригодится. Пошли. Куда, Макс, а машина? Да ща позвоню, эвакуатор вызву. Кинзадза какая-то. В нашем городе у северной реки, где бессонница с тревогой ворожа, нет тебя. Твои шаги по далеким злым дорогам все окружат. Неподъемные утраты. Неподъемные утраты в рюкзаке. Неподъемные утраты в рюкзаке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Неумело пел хорошие слова Для неё и на душе Было жарко и кружилась голова А потом, когда разлукой замело Ваше маленькое летнее кафе Ты шептал, ведь я назло Я когда-нибудь вернусь, вернусь к тебе А без тебя все помутнели зеркала И мама день и ночь держалась, как могла Твой путь домой Твой путь домой Такой далекий и родной Твой путь домой Твой путь домой Любовь, как крылья за спиной Самер Короче, знаешь, что здесь происходит? Американцы создают здесь террористические базы А потом пугают Европу террористической угрозой И волной миграции из Африки И строят здесь свои базы На деньги этих же европейцев Обычная бизнес-схема Простая, но работает Ты вообще слышишь меня, а, Самер? Знаешь, Макс Я вот одного не пойму У нас ни воды, ни еды Даже телефона нет, чтобы позвонить А ты опять про террористов У тебя дома Наташа Дети А ты сюда приехал Чтоб правду узнать Тебе это важно А я за тобой Может, друзья Помнишь Книжку про Дон Кихота? Тот с ветряными мельницами воевал А ты с террористами Результат у вас один Правда твоя Нахрен никому не нужна И никто ее не узнает Потому что мы здесь сдохнем Понимаешь? Макс! Ты прости меня, Самер Что потащил тебя с собой Брось-ка меня Помиссар Не донесешь Макс, люди Эй Люди Макс, вставай, люди Вставай Отличная возможность По-быстрому сдохнуть Мы из России Салам алейкум Рудья Из России Да Нам Спрашивает Есть ли у нас родственники в России Я сказал, что есть Какой же ты болван, Самер Но они же С целью выкупа интересуются Ну, сказал бы, что мы сироты Взять их Макс, Макс Простите, Самер Простите, Самер Да что же у вас здесь Ни хрена не работает Мы опять вляпались Да ладно тебе Зато не пешком идем Это самолеты Хафтар Надо быстрее ехать до границы Туда они не полетят Быстрее, быстрее до границы Прибавь ходу Макс, что происходит Да я же ни хрена не вижу По звуку, похоже, салют Может, у них праздник какой-то, а? Думаю, с них хватит Надеюсь, они не вернутся Возвращаемся на базу Вы зачем их сюда привезли? За них же можно получить хорошие деньги За этих мы получим не деньги, а проблемы Большие проблемы Он говорит, что знает нас Вот видишь, Самер Нас даже в чате знают Может, ему автограф дать? Или он сфотографироваться с нами хочет Из России Макс, сейчас не до шуток У них тут президента убили Спрашивают, не мы? Конечно, мы И Кеннеди тоже мы Какой Кеннеди? Переводи, переводи Мой друг шутит Говорит, конечно, мы И Кеннеди тоже мы Кто такой Кеннеди? Он не знает, кто такой Кеннеди Спрашивает, какая группировка под ним О, это очень старая группировка Она раньше Аль-Каиды появилась Ну, они потом что-то там не поделили Ну и Это очень старая группировка Была еще раньше Аль-Каиды Правда, потом они что-то не поделили Хватит шуток Я не хочу с тобой связываться И не хочу, чтобы ты оставался здесь Он говорит, что нам здесь не место И нам тут нечего делать Его люди довезут нас до границы с Ливией Ну, наконец-то Наши желания совпадают К сожалению, Шугалей все еще жив Его с переводчиком похитили повстанцы Из фронта перемены согласия в Чаде В Чаде? Да Это очень забавно, Томас Это очень забавно, Томас Шугалей был у Тубу, был в Катруне Теперь в Чаде Такими темпами Он сейчас пообщается со всеми подконтрольными нам боевиками Так бывает, когда охотишься на крупного хищника Тебе кажется, что ты охотишься на него А это он охотится на тебя Я вам обещаю, что вопрос с Шугалеем будет решен Он уже решается Не стоит переживать, Айзек Эти люди все сделают как надо Я в них абсолютно уверен Что ж, поверю вам на слово И надеюсь, вы понимаете, что это наши общие интересы Шугалей должен исчезнуть Конечно Как будут новости, я вам перезвоню Эй, не дергайтесь, мы вас не тронем Нам нужны только русские Русские Русские, нам нужны русские Выходите Французский знаешь? Чего не хотел? Нет, по-испански и по-английски только Чего не выучил? Быстро, быстро У меня есть прекрасная новость для вас Шугалей мертв? Это точно Я еще не видел человека, который бы выжил после попадания пули калибра 7.62 в голову А переводчик Саммер Его постигла та же печальная участь Отлично, я ваш должник Всего доброго, мой друг Да, я все сделал, они у нас Отлично Шугалей много знает про наших американских друзей Больше, чем я Я хочу знать то, что знает он Так что они мне нужны живыми С ними все в порядке Завтра они будут у тебя в банке Хорошо Кто такие? Инисей, Кубани Инисей на связи, что у тебя? У нас тут нападение на блокпост Фака Всех за двухсотили Вероятно люди Аль-Катима Направляются на юг Опять погод на банке? Похоже на то Сколько вам до точки? Минут двадцать Работайте Принял Добов, справа, обход Пошел 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 Контроль 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 Чаперцы что ли? Да хрен их разберет Может и местные, а может и те и другие Выходим Выходим На землю На землю Кубань, посмотри-ка. Мужики, мы свои. Ты что, из России, что ли? Да. Ну, привет. Господи, а вы-то тут откуда? Оттуда. Оттуда? Вратское сердце. Отдается. СМЕХ Парни, а телефон есть? Мне жене позвонить надо. Парни, заправляйтесь, вам надо. Телефон принеси в машине. Ага, спасибо. Наташа, привет. Это я. Ты меня слышишь? Да, я слышу тебя. Мы тут с Абером в Египте. Макс, я все знаю. Ты прости меня, Наташа, но я должен был поехать. Правда? Я, я поняла, Макс. Знаешь, пока тебя не было, я очень много думала. Я знала, что ты туда поедешь. Если б ты не поехал, я решила, что все же тебя сломали. Там, в тюрьме. И это был бы уже не ты. Да я, это я, Наташа. Мне тут придется задержаться, но я вернусь, я обязательно вернусь. Я тебя очень люблю. Вы не переживайте. Если задержатся, то ненадолго. Отправим вас в банги, оттуда первым военным бортом вернем на родину. Вон, Саммера доставьте. А мне еще задержаться надо. Кое-что выяснить. Кстати, мне еще в Мали бы съездить надо. Так что Саммер в Россию один полетит. Макс, что ты меня постоянно домой отправляешь? Я с тобой поеду. Ну все, все, Саммер, все. Ну, путешествовались. Тем более, в Мали на французском разговаривают, а ты французский не знаешь. Не переживай, выучу. Я с ним поеду. Парни, не хотите в Мали прокатиться? А что? В Мали, так в Мали. Я там не был. Заодно и посмотришь. А сколько туда добираться-то? Месяца за два. Дойдем, наверное. Все, хватит. Нет здесь никакого золота. Наверное, уже выкопали. Эта карта фальшивая. Он меня обманул. И он за это поплатится. Проклятые русские. Теперь в Ливии появилось новое слово. Оно означает «человек из железа, которого нельзя сломать». Это слово «шугалей». Шугалей. Шугалей. Оно осторожает. Оно. Слово. Оно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok